Международное информационное агентство «Россия сегодня» берёт под своё крыло акцию «Георгиевская ленточка», которую РИА Новости запустила в 2005 году к 60-летию Победы. Пять лет позанимались, потом как-то пустили на самотёк, но ленточка выжила. Более того, сейчас обрела вторую жизнь и стала символом человеческого достоинства в наши новые времена. Если ещё в 2005 году это был символ наших прошлых побед, символ подвига наших отцов и дедов, то сегодня это уже совершенно другой символ. Это символ новой России, символ нашей верности отечественным ценностям, символ чести. И в какой-то степени уже «Георгиевская ленточка» превращается в знак различия. Драма, но люди с «Георгиевскими ленточками» на груди сегодня умирают. И это не образ. Они видят в этой ленте опору и видят в этой ленте символ своего будущего. Для них лента – это не просто память, а это надежда на достойный образ жизни в будущем. Это символ тех ценностей, которые стоит защищать и даже, к сожалению, с оружием в руках. Поэтому мы поддерживаем эту кампанию и всячески будем помогать и информировать о тех людях, которые сегодня оказались в трудном положении с этой лентой. Если вы видите на улице человека с «Георгиевской ленточкой», на машине, на антене, на сумке, на лацкане, это значит, что вы можете на него рассчитывать. Это значит, что вы можете ему доверять. Эта лента удлиняет радиус доверия в нашем обществе. У социологов есть такое понятие – радиус доверия. Либо он короткий, либо он длинный. Мне кажется, что наша задача – повысить уровень доверия в нашем обществе, значит, сделать его более длинным. Знаете, как у нас на Востоке говорят, а, да, ну я его знаю. А ты знаешь, а, я знаю его. Наша задача – доверять не только тем, кого мы лично знаем, а наша задача – доверять тем, кого мы не знаем. Потому что мы все находимся в одной большой семье, в одной системе ценностей. И вот эта ленточка, мне бы очень хотелось, чтобы она обозначала нашу большую семью. И в этом смысле у проекта бесконечные перспективы. Сейчас лента есть в космосе, будет на Дальнем Востоке, в разных странах мира, в Крыму. И мне кажется, что это хорошо. В этом символе нет никакой агрессии. Есть только защита и преданность идеалам поколений людей, которые сделали нашу Россию такую прекрасную, огромную страну. Идеология этого проекта такова. Испытываем ли мы солидарность с людьми в Восточной Украине, которые сегодня вынуждены эту ленту и ту систему ценностей, которую она воплощает, защищать с оружием в руках? Да, мы испытываем солидарность. В этом смысле это лента и символ солидарности с ними.